Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы, как всегда, на канале Семен и Чемодан, и с вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый видеоролик, в который мы будем вместе с вами собираться. Мы решили переезжать. В этом видеоролике я вам покажу, значит, как мы искали новую квартиру, где мы ее искали, как мы списывались, как делали предоплату и так далее и тому подобное. Будет много вот такого интересного контента. Также будут, естественно, наши сборы, ну и еще что-то будет по мелочам. Обязательно досматривайте видеоролик до конца, ставьте лайки и пишите комментарии. Самое главное, не забывайте, что все самые важные ссылочки есть в описании к этому видео. Погнали! У нас сегодня 7 декабря, мы еще, естественно, в даче и уже заинтересовались тем, где нам дальше жить. Для тех, кто не помнит или, может быть, забыл, я немножко напомню, мы, значит, живем в даче. Это такой полуостров на западе, это Игейское море. Здесь стало уже очень прохладно. Ну как прохладно, скажут сейчас некоторые, вы зажрались. Просто здесь стало ветрено. Днем это примерно 19-21, а ночью это примерно 15-13. Но на самом деле на Анталийском берегу тоже 15-13 ночью. Но там днем теплее и нет таких ветров. Вообще дача считается самым ветреным, одними из самых ветреных местом. И вот, последние несколько дней я провел так, что я постоянно ищу жилье, где нам дальше жить. Короче, ситуация какая, что 27 декабря у нас в Анталии рандеву, 18-го у нас заканчивается здесь срок оплаченной аренды. Оставаться здесь смысла нету, потому что, скорее всего, это будет какая-то посуточная история. Мы думали заехать в отель, в итоге понимаем, что нет смысла, потому что действительно по деньгам дорого. Там типа 4 дня 60 тысяч, плюс программа, мы так посмотрели из года в год. Какая-то она, короче, ну так себе, будет не вау. И задумались, что нужно срочно что-то искать. Естественно, самое теплое в любом случае это Алания, цены там космические. Но я думаю, что нужно искать, 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 искать. Ну, собственно, мы нашли. Сейчас покажу. В общем, мы нашли, как всегда, на R&B NB. Перелопатил я всю эту площадку, перелопатил с Ахибенден. В общем, мы нашли вилу. Мы, короче, подсели на вилы. Вот. По цене сейчас расскажу вам чуть попозже. Обзор увидите. Но в целом, в целом прикольно. Что мы сделали? Мы написали ей, списались. И так как российские карты не работают, зира там тоже ей блочат, нужно оплатить как бы деньги. Мы перешли с ней на WhatsApp. Вот. И, собственно, она дальше пишет в WhatsApp мне. Вот так это выглядит. Ну, а переписка здесь на R&B NB была вот примерно такой у нас. Сейчас еще немножко подумаем и будем, скорее всего, делать перевод. Сейчас я еще прочитаю, что на WhatsApp она прислала. Списались ей по WhatsApp, если без приложения. Она говорит, что... Пишет так. Давайте сойдемся на 200 евро на случай повреждения урона. Если все ок, заберете обратно. Поймите правильно. Один раз пошла на встречу, сдала без сайта русским. Приехали и упали в обморок. Постели и полотенца нет. Шторы порваны. Покалов нет. Гамака нет. Мангала нет. Душ разорван. Скатерти нет. Вешалок нет ни одной. Диван прорисован фломастером. И так еще много чего. Для ламп... Даже лампочек половины не было. А это мало того, что деньги, еще и время. Ведь это все нужно найти и купить. Так, а следующий клиент, это все нужно. Ну, прикиньте, да? Ну, реально, вот ты сдаешь квартиру. То, что лампочек нет, я понимаю. Они, видимо, там жили. Лампочка перегорела. Они забили на все это дело. И... И все. И пусть, типа, там дырка будет. Да, так, конечно, относиться вообще нельзя. Вот мы когда снимаем, мы всегда за собой оставляем идеальный порядок. Натираем так квартиру, что в каких-то моментах даже она лучше становится, чем когда мы заезжали. Для того, чтобы забронировать это жилье, нам нужно было сделать либо предоплату, либо оплату. Но суть дела не меняет. Сумма большая. И мы делали свифт-перевод на турецкую карту. В итоге свифт-перевод идет 3 дня. Пока мы ждали свифт-перевод, пришло вот это сообщение на WhatsApp, мол, типа, тара-та-та, люди, которые там жили, они решили продлить. Я пишу, я, ну, типа, здорово, ладно, что поделать. Значит, это не наш вариант. И мы продолжили поиски дальше. Ой, молодец какой! Голод бил, да? Давай, попасть! Миросик! Вчера у нас случился прикольчик. Значит, вчера был ровно месяц, как мы живем на этой квартире. Ну, мы же сначала ее посуточно сняли на 4 ночи, да? А потом уже на целый месяц. Так вот, интернет она активировала, когда мы только заехали. И вчера, получается, хлопс, мы сидим, дети смотрят что-то на телеке. В итоге, бац, и у них отрубается. Я такой, не понял. Захожу к себе на телефон. У меня тоже не работает, но, естественно, через Wi-Fi. Начинаю грузить через сим-карту, обычный, да, мобильный интернет. Буквально 5 минут. И у меня хлопс тоже перестает работать. Я делаю запрос. Оказывается, у меня пакет закончился. Я такой, вот это, приехали. Я иду к Настенке, говорю, типа, раздавали нам всем, типа, что-то было. А у нее в итоге тоже уже закончился. И мы, в общем, вчера, представляете, полдня, ну, как бы вечер, получается. И сегодня еще вот до 10 утра были полностью без интернета. Легли все вовремя спать. Полдевятого уже все вырубились. Ну, кроме меня, я еще футбик смотрел. А сегодня вот утром вместе с Радюшкой пошагали пополнять тарифы и мне, и Настеньке. Вот, кто первый раз уж смотрит, мы здесь тратим очень много денег на интернет. Потому что, ну, постоянно прогружаем что-то на YouTube. Вот, плюс занятия у Темки школьные. Вот, и нам, как бы, даже с домашнего интернета, если с домашнего интернета всем дружно сесть, нам не хватает, потому что он такой тупенький здесь. То есть, стоит продление, вот, например, Настеньке продлили 40 гигов, 195 лир. Себе я продлил 37 гигов, почему-то здесь так 175 турецких лир. Вот, ну, это вот о ценах. Мы считали, за первые два месяца здесь жизни в Турции у нас шло на интернет только что-то чуть больше 12 тысяч, прикиньте. Когда мы путешествуем и живем в машине, то там есть огромный плюс, потому что у нас есть огромная территория, на которой могут бегать люди. Мы там можем кушать, готовить, веселиться, бегать, прыгать, играть, что не сделаешь в маленькой квартирке. И вроде в комплексе есть все, но все равно ты большую часть времени будешь проводить в квартире. Вот, короче, мы дальше продолжили поиски и нашли один вариант. По цене он был, ну, приличный, но получилось строговаться. В общем, мы сейчас едем в эту квартиру, которую вы чуть позже уже непосредственно увидите. И, соответственно, по цене я вам расскажу. Мы с ним договорились на определенную сумму и будем делать ему перевод через корону, так как если делать через R&B, не факт, что пройдет турецкая карта, плюс гнать туда-сюда доллары, потому что R&B отменил оплату российскими рублями, собственно, как и все карты. Сейчас списываемся с ним в телеге и делаем перевод через корону Pay по его реквизитам, делаем предоплату, а потом уже будем делать непосредственно при заселении, но об этом, обо всем уже непосредственно чуть позже. А пока давайте собираться. Если вы путешествуете по Турции, либо планируете начать путешествие по Турции сюда приехать, то вам поможет наш авторский гайд, который мы создали специально для путешествий. Там есть наши все маршруты, стоянки, где мы ночевали, советы, лайфхаки и рекомендации. Также он поможет тем, кто собирается переехать в Турцию. Там есть очень полезные контакты. Там даже есть контакт компании, через кого мы собирали и подавали на ВНЖ. Он точно пригодится вам, если планируете задержаться в Турции. Также там есть куча проверенных ресторанов, кафе, магазинов, где сделать карту, нами проверено. И куча всего еще интересного. Ссылка для покупки в описании, цена 990 рублей. Приобретайте и пользуйтесь. Как же всегда очково делать такие предоплаты. В общем, решили, что мы сделаем предоплату вот в 500 долларов по курсу. Но почему-то именно в Казахстан он делает 67. Например, если в Грузию по 65, а если в Турцию, то по 63. Так, ну что, делаем код из пуша. 33 534 сейчас уйдет. Все, перевод ушел. Вот так вот. Надеюсь, нас не кинут. У нас хорошие новости. Смотрите, он тут же написал, все получил, перевод я ему скинул. Спасибо, ждем 17-го, 12-го. Вот теперь точно пойдемте собираться и отправляемся в путь. А еще я предлагаю, если будет интересно, я запишу отдельный видеоролик, какие варианты мы рассматривали, какие действительно варианты есть по ценам, что предлагает рынок, разные платформы, где можно искать жилье, и, собственно, где мы искали, где мы списывались. Все подробно по полочкам расскажу, потому что люди пишут, конечно, многое. Мол, типа, есть квартиры за 500 долларов. Вы, типа, хотите роскоши. Короче, если нужно, я запишу такой подробный видеоролик и расскажу, что к чему. Если надо, в комментариях пишите. Мы продолжаем готовиться к переезду. Сегодня хотим съездить в магазин. Нам нужно купить специальное средство для того, чтобы почистить весь диван. Также нужно будет, ну, помелочи здесь прибрать. И уже получается, завтра у нас один день здесь, и послезавтра все, мы вместе с вами уезжаем в другой город. А еще пока мы здесь, мы, собственно, заказали уже на новый адрес все к Новому году. Ёлку, украшения, еще там всякая различная помелочь. Чуть позже покажем. Надеюсь, посылка придет уже после того, как мы туда заедем. Но это не точно. Заказывали мы все на Trend Oil. Это то же самое примерно, что в Wildberries и Ozone, только турецкий. И оплачивали мы по карте. Здесь, когда мы приехали в дачу, мы сразу сделали себе карту турецкого банка. И наша жизнь стала гораздо-гораздо проще в Турции. Ну, учитывая, что российские карты здесь не работают вообще. Да, здесь, короче, такой магазин прикольный. Всякие новогодние украшения, сантехника. Что здесь еще есть? Вот, например, что-то из мебели даже есть. Его, кстати, 500, 550 лир всего лишь стол стоит. Ну, я и говорю, 1200. Ну, это ладно, мелочи все, но стол прикольно можно было взять. Есть вот такие вот аллейки, кстати, для кемпинга прикольно. Вот он подвешивается. А, он подключается еще в водопровод. Ну, кстати, тоже как вариант, почему нет. Душ? Вот, подключается к водопроводу. И плеваешь. Вот они, насадки. Слушайте, да. Магазин. То, что надо. Что здесь только нету? Ну, наша, короче, задача сейчас купить этот, что-нибудь, средство какое-нибудь. Чистить диваны. И в машине тоже, чтобы диваны можно было почистить. Это для матрасов. Купили мы средство для очистки ковров и вот такой обивочки. Надеюсь, все вычистим. Я же еще не открыл, зачем ты вырвешь ручку, Артемка? Ну, а сегодня завтрак такая витаминная красота. Вот так вот, яичка. Сейчас быстро завтракаем. Не начинаем собираться, все упаковывать в машину, потому что завтра уже едем. У нас сегодня такая замечательная погода. Сушится белье, светило солнышко. Надо еще немножко подстираться и начать уже упаковывать чемоданы. Так-то, в принципе, у нас вещей немного, но все равно затратная история в плане времени на погрузку, на выгрузку машины. Наверное, сейчас уже ближе к вечеру будем только полностью упаковывать машину, чтобы завтра проснуться, встретиться с хозяйкой, рассчитаться за коммунальные услуги, свет, вода и все. И отправиться в путь. Путь нам предстоит нелегкий, об этом уже там в другом видеоролике будем смотреть, как мы будем ехать. Вот, там куда будем заселяться и так далее и тому подобное. Если честно, мы, конечно, будем 100% очень сильно скучать по нашей вилле. Потому что у нас, конечно, смотрите, какой шикарный вид. Плюс у нас собственный участок, мангальная зона, детские ворота. Нет никогда вопросов с парковочным местом. Мы всегда вот так вот приезжаем, ставим машину и все прям как бы замечательно. Но, как говорится, спойлер, та квартира у нас тоже будет хорошая. Самое главное в нее сейчас заселиться. Не буду много говорить, но обязательно посмотрите обзоры той квартиры, куда мы едем. И, собственно, вообще, куда мы едем, это будет в следующих видеороликах. Сейчас нам предстоит упаковать все в машину. Если вы заметили, мы сделали здесь небольшую перестановку. Темка с Родионом решили ехать вместе. Будут сидеть вот так вот, заниматься своими делами. Здесь столик могут разложить себе. Вот, а Настенка уже с Мирошкой будут ехать сзади. Настенка предложила, давай, говорит, мы биоч сюда поставим. Я говорю, ну давай поставим. Вот, поэтому он будет здесь ехать. Я не знаю, единственное, что надо что-то придумать с чемоданами. Возможно, чемоданы мы поставим как-то туда, либо сюда. А, возможно, вообще мы все заново сделаем, как изначально были. Потому что у нас два чемодана стояло здесь. А если Темка не едет спереди, значит, кто будет ехать спереди, значит, мы теряем, получается, пространство. Ну, короче, на самом деле непонятно. В багажнике у нас плюс-минус, наверное, то же самое будет. Коляска, холодильник, вода, газ. Вот, ну и здесь будет куча-куча вещей. Еще нам очень интересно, сколько же здесь выйдет за коммуналку. Учитывая, что мы, в принципе, стирали много, но семья-то большая. Свет не так часто использовали, но тем не менее. За свет и за воду нам нужно будет заплатить. Пока мы здесь жили, нам, кстати, поменяли они сами баллон газа. У нас как-то закончился, благо у нас была своя плитка. Это случилось уже вечером. Мы доготавливали на нашей плитке. Они нам утром уже привезли новый баллон. Денег за это не взяли. За интернет она тоже оплачивала сама, когда мы только заезжали. Денег не взяли. По сути, только свет и вода. Но об этом уже будет в другом видеоролике. Мы даже все подъели. И вот это все съедим сегодня вечером. С собой заберем, наверное, только минерал, в который осталось. А вино покупали. Его даже здесь оставим, что оно не вкусное. Купили еще, сегодня сгонял, так, а где оно? Подождите, не в морозилке. Вот, форельку. Покажу вам форель. Значит, полтора килограмма вышло. Цена 99,90 за килограмм. У нас за полтора килограмма вышло 155 лир. Там же при тебе в магазине чистят. Это свежая рыба. Сегодня будем на вечер готовить рыбку, так сказать, финалить. Наше проживание здесь в даче вкусной рыбой. Вот так вот. А пока после обеда Темка-то делает последний урок. Да, Темик? Да. Вот. И будем уже дальше активно собирать машины. Да, с одной стороны сборы это всегда приятно. С другой стороны это такой бардак, как говорится. В общем, на самом деле мы хотим просто погрузить все это в чемоданы, потому что в дороге пользоваться не будем. А когда приедем, мы же просто разложим дальше в новый шкаф и все. Это все, кстати, вообще полностью Мирона. А стол, кстати, это наш. Мы тоже поставили его для удобства. Здесь не совсем хватает мебели в этой квартире. Ну вот, первый чемодан у нас уже готов. Второй тоже готов. Выкатываем их. Чемоданы, конечно, тяжеленные. Он пытается Родик помочь. Родик лучше не нужно, сыночек, потому что иначе ногу сейчас тебе зажмет. И будет не очень весело. Это первый. Надо сейчас что-нибудь наколдовать там в машине, чтобы они поместились. Опа! Розовый. Ну что, ты мучаешься? Ха-ха, сын падает. На колеса отломишь ему. И придется набоковать новый чемодан сыном. Хух. Я, конечно, вообще обожаю эту машину. За ее вот эти вот трансформационные все моменты. Что можно вот так вот менять, как хочу. Сейчас ставлю сюда гитару. Здесь в багажнике. Получается, туда поместился холодильник. Мы, получается, его полностью развернули. И вместился вот как родной сюда чемодан. Осталось вопрос решить с розовым чемоданом. Плюс стол, который я показывал. Вот, у нас там еще сумки будут всякие по мелочам. Возможно, то, что Темка решил ехать здесь, сумки встанут, возможно, вот сюда в ноги. Коль это пространство, получается, будет не нужно. Сейчас буду еще дальше думать. Ну что, давайте я вам покажу финально, как все получилось. Вот, собственно, как мы и запланировали, чтобы дети сидели между собой, играли. Вот это я уберу, это просто пока повесил. Здесь стоит гитара. Сюда, значит, скорее всего, что-то еще встанет небольшое, может, из продуктов. Бутыль 20-литровый, но он пустой, нам сейчас вообще не нужен. Здесь, значит, Настенка с Мирошкой будет ехать. Стол встал наш вот сюда. Идеально, да, с двух сторон его покажу. Хорошо пусть тут стоит. И, собственно, в багажнике у нас получается вот такая история. Сюда тоже встанет еще большая сумка с вещами у нас. И, возможно, что-то еще по мелочи. Вот, собственно, вот так вот мы утрамбованы. А постельное белье, там подушки, одеяло, что мы вытаскивали из бокса, ну, собственно, пойдет обратно в этот большой бокс. Последний футбик в этом доме. Да, пацаны? Да. Серьезный удар. Да, Мирошка, давай. Опа, кинай, давай, сынок. Бум. О, умница. И папа. Бар. Штанга. Удар. Гол, Мирошка, ты пропустил. Гол, сынок, гол. Опа. Настенка просто не успевает. Настенка, ты что, на свидание собралась? Нет, я хочу завтра кудряшки. Что, что? Я хочу на завтра себе кудряшки, поэтому заплетаю. Вот так вот. На завтра кудряшки она хочет, поэтому заплетает. Но учитывая, что очень много детей, кто-то просит в коляску, кто-то просится гулять, кто-то еще куда-то, кто-то хочет просто к морю. В итоге Настенка ничего не успевает. Вот так вот. Мы едем к морю на площадку. Немножко пробиздиться, подышать. Вот. Ну и сказать удачи, до свидания. Как же здесь красиво. Вы только посмотрите. Такая детская площадочка с Настиной попой в кадре. Здесь какой-то отельчик, такая небольшая набережная, так лавочки. И ресторанчики прямо на пляже стоят. Вот. Через бухту еще одна детская площадка. Вот там вот амфитеатр. Там Марина. Смотрите, как здесь здорово. Да, вот сидим, пока детки им играют. Мы здесь сидим, наслаждаемся. И вот люди на лавочках тоже сидят, кайфуют. Видите, сегодня какой ветерочек, волна с дачей. Большой минус, это, конечно, ветра сильные, достаточные. У нас сейчас физкультура на свежем воздухе. Научился Родион перелазить, попросил его снять. 20 градусов на улице. 15 декабря, да, сынок? Давай. Оп, молодец. Ой, держись крепко. Ой, ты молодец. Ой, молодец какой. А на другой покажете, как вы лазите? Да, по очереди. Давайте. Так, у меня есть 30 секунд, чтобы записать, не растягивать удовольствие. Давай, погнал. Стоять аккуратно. Молодец. Умничка. Давай, не торопись сильно, ладно. Я пустила. Умничка. Молодец, красавчик. Теперь я. Теперь Родиончик. Приступает Родиончик. Красавчик. Так, только не торопись. Мам, у меня могу. Молодец. Отлично. Круто. Красавчик. Прыг. Молодец. Мирон чемпион. Чем порадует? Мама, смотри сам. Чем ты порадуешь? Чем? А, качельку хочешь? На качельку? Посадить? Славик, посади его. Диван прочистили. Осталось ему только высохнуть. Вроде получилось все хорошо. Вообще мы всегда за собой оставляем квартиры в чистоте, вот, в которую заехали. Так и оставляем. Отчасти даже где-то лучше. Вот, например, магазончик подстригли им. Им даже теперь надо с этим мучиться. О, сегодня погодка. Вон, Мирошка в труселях гоняет. Я в тапочках. Вышли сюда на улицу. Ходит, гуляет, собачку щупает, соседская. Вот с этой виллы. О, какой вид. Да, мы точно будем скучать по этому месту. Прекрасный был месяц, да, сыночек? Месяц и четыре дня. Написал хозяйке, договорился. Завтра в 9.30 она должна уже прийти. И надеюсь, мы в это время поедем. Ну, она писала, говорит, как будешь готов, звони, говорит, я приду в любое время. Мы сидим с Носенкой. А, Мироха пробрался сюда, короче, прикиньте. Не надо, Мироха, выходи. Включил этот шланг и прямо на нас направил. Пошли отсюда. В итоге Носенка здесь сидела, вон ее залило. Ну, Мироша. А на ужин у нас сегодня и форелька, собственно, которую я покупал. Сейчас все с овощами. Замаринуем. И будем делать... В духовке, да, будем делать? Да, конечно. На даме хочется. Так. Сейчас покажу вам, какие хвосты. Ну вот, примерно. Вот такие вот они. Смотрите. Здесь рыбы очень много, и когда мы на поляне жили, это вообще когда в Сочи останавливались, сюда ездили на форелевое хозяйство, покупали форельку вот такую вот небольшую. Она прям очень вкусная. У нас есть вот такая вот приправка. Мы ее не первый раз покупаем, но эту в последний раз покупали в России. Запоминайте. Вы видите, типа для красной рыбки. Очень классная. Поэтому мы ее, конечно, рекомендуем. Все, сейчас будем мариновать. Так, берем приправку. Как-то так. Ну все, готово. Такая красота, вкуснота. А пока она будет мариноваться, мы с вами пойдем разводить мангальчик и будем ее готовить сегодня на углях. У нас просто остался уголь. Чего бы нам этим не воспользоваться. Надо только посмотреть, какие там дела вообще с мангалом. Ну, отлично, прям на решеточку положим все это дело. Так. Это пока уберем, чтобы нам не мешалось. Это пусть будет. Сейчас еще небольшие дровишки замутим. Вот видите, у нас есть вот такие вот. Мы сейчас из них еще пусть сделаем. И, собственно, наш уголь. Его добьем. Сейчас будем разводить. Я вот этим ножом... Вот так это происходит у меня. Чик. Чик. В общем, я стараюсь разводить без розжига. Вот такая вот история. В общем, эти бруски использую, чтобы сделать себе такую щепу. И все, сейчас будем разводить. Кстати, еще мне в Турции нравится. Продается уголь. В нем лежит перчатка. Для того, чтобы вы не пачкались, когда будете накладывать. Уголь такая, знаете, минимальная, но забота. И, конечно, очень приятная. Ну вот, получается. Сейчас угольчик схватит. И будем высыпать уже остатки из пакета. Без махалки явно никуда. Я пока с костерчиком заморочился. Насенка здесь сделает салатик. Во, вообще, в духовке у нас уж круто. Да. Смотрится вообще вау. Вкуснятина, да. У нас сейчас сегодня такой красивый закат. Наверное, камера так его не передаст. Но можно заметить даже по домам. Они не белые, они розового такого оттенка. Все небо раскрашено шикарным-шикарным цветом. И даже вышла Насенка, пошла наверх. Вон там вот, за спиной у Насенки. Все раскрашено. Ну, была бы облачная погода, было бы вообще вау. Солнышко, сандалишко. Смотрите, какие оттенки. Мама, я не могу, я не могу надеболаться. Ну да, здесь очень круто. Это такая красота вообще. Как я без этого вида? Ну будет другой вид, что-то. Ну это, 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 это в моей памяти, но всегда останется в моей душе. Это вот так вот просто, да? Да. На сегодня. Да. Удача. Хей. Красота такая, вообще. Ты здесь, я знаю, девочка. Мы знаем, что ты здесь. Только сандали забывали. Сандалики ты не одел, сыночек. Сандалики ты не одел. Пойдем оденем тапочки и посмотрим красоту. Мои, емальки. Ну мы берем рыбку и погнали. Обожаю этот звук. Слушайте. Сейчас кошки прибегут. Ой, кошки, да, точно, 100% нападать начнут. Еще это даже не мясо, это рыбка их любимая. Идите кушать. Рыбинция готова. Вкуснотища такая у вас будет. Давай, пирожи. Отходите, давайте, все, выключайте. Оба секунды мы уже готовы. Получилась вот такая вот красота. Как вам? Надеюсь, никого сейчас не раздразнил. Но если так, то гоу в магазин и готовить. А вот Настенкина порция. Вот выглядит прям презентабельно. Ну да. Еще салатик. Ну да. Ну все, ребятки, будем с вами прощаться, садиться ужинать. В следующем видеоролике нас ждет непосредственно сам переезд. Поэтому кто не подписан, подписывайтесь на колокольчик. Обязательно нажимайте, чтобы ничего не пропустить. Ссылки важные для ваших классных путешествий есть в описании. Я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok